Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». На карте Европы Республика Молдова занимает небольшую территорию. Мы одна из самых бедных стран Европы. У нас много проблем социальных, политических, экономических. Но есть одна проблема, не решив которую, Молдова вдобавок ко всем своим бедам может превратиться в пустыню. У нас катастрофически мало чистой питьевой воды. Наши многочисленные, но очень мелкие и пересыхающие реки сильно загрязнены, излишне минерализированы. И ни одна из них непригодна для водоснабжения. Наши подземные источники тоже в большинстве своем загрязнены. Из молдавских колодцев опасно пить воду даже после ее обработки. До сих пор нас выручали две реки. Это Пруд и Днестр. Но главной из них для молдаван была и остается река Днестр. Именно эта водная артерия обеспечивает чистой водой весь восток страны и ряд крупных городов, в том числе и столицу Молдовы. Сегодня над молдавским руслом Днестра нависла очередная угроза. Относительно недавно правительство Украины задумалось о строительстве еще шести новых гидроэлектростанций на реке. Хотя и уже существующий Днестровский гидроэнергокомплекс у поселка Новоднестровск очень сильно влияет на уровень водотока. Температуру и пересыхание Днестра приводят к негативным последствиям. Например, можно вспомнить засуху 2015-2016 годов. Слабые попытки нашего правительства провести переговоры с своими коллегами в Киеве ничему не привели. И в дело вступил уже, подключился президент страны Игорь Дадон. Он выступил с заявлением на эту тему. В нем сказано, что Днестр надо спасать и глава государства готов обратиться за помощью к международным структурам. В дело вступили и экологи. У нас в студии председатель экологической партии «Зеленых» Молдова Анатолий Прохницкий и его украинские коллеги. Председатель партии «Зеленых Украины» Виталий Кононов и Татьяна Бадон. Международный секретарь партии «Зеленых Украины». Здравствуйте. Добрый день. После такого долгого эпиграфа уже хотелось бы, наверное, зрителям услышать и на целый ряд вопросов, которые возникают из этой ситуации. Строительство еще шести гидроэлектростанций. Уже звучит как утверждение «Нанесет Днестру неисправимый ущерб». Фактически лишит большую часть Молдовы доступа к качественной питьевой воде. На чем основаны расчеты экологов, которые утверждают это? И стоит ли так волноваться сегодня жителям Молдовы? Вопрос от телезрителей. Давайте начнем с вас, Анатолий. Да. Дело в том, что река Днестр на сегодняшний день даже в катастрофическом состоянии. В том числе из-за водозабора на Украине. Потому что кроме гидроэлектростанций осуществляется и водозабор. Вот, и в отдельный, как бы, котлован. И это снижает дебет воды. И вопрос в том, что обмельчение Днестра, снижение качества питьевой воды. И плюс, надо признать тоже, наши власти, начиная с 1992 года, не решили вопрос с очистными сооружениями в Сороках, в Резинах и в многих других населенных пунктах. То есть мы тоже, как бы, вносим свою лепту в том, в дело загрязнения Днестра. И вот было принято в 2016 году постановление правительства о развитии гидроэлектростанций в Украине. И в том числе ИС-6 планируется строить на верхнем участке Днестра. И мы, конечно, проанализировали ситуацию, выступили против, потому что нельзя допустить. Потому что, ну, бывает так у людей. Мы же прошли через это в Молдове. Когда нам говорили про миллиард, про воровство, что-то мы не понимали. А потом мы ощутили, что такое, чтобы пропал миллиард. То же самое и с строительством этих гидроэлектростанций. Если они построятся, реки не будет. Не будет воды, не будет торошения, не будет много чего не будет. Не будет сельского хозяйства. И в связи с этим, значит, мы с коллегами из Украины, мы нашли поддержку на нашу инициативу, обратились и подписали совместные заявления к президенту Украины, к премьер-министру, значит, и Молдовы тоже. Чтобы не допустили строительство, подписали в Ливерпуле еще 12 председателей зеленых партий Европы. Мы это вручили и правительству, значит, и парламент, и в одной стране, и в другой, и в министерствах. Мы с Молдовы получили от Министерства окружающей среды, министерам медиалу и домов Мунтиану, ответ. Ну, общий мы будем, мы это сделаем. То есть вопрос надо решать. А вопрос еще в чем, что Украина и Молдова в 2012 году подписали договор о совместном использовании бассейна реки Днестр. Но Молдова подписала, ратифицировала, Украина нет. Но этот договор подписан на 5 лет. Сейчас 2017-й. Срок действия как бы истекает, даже того не ратифицировано. И пока находимся на месте. Предыдущие правительства или государственные люди, которые обязаны отвечать за это, они не принимали должных мер, потому что некоторые коллеги из Украины, там их своя информация есть. Молдавская сторона не сильно настаивала, не боролась, не осознавала, что это такое. Может из-за того, что не были профессионалами. Может быть есть информация, что кто-то кого-то заинтересовал в чем-то. Потому что есть интересы и олигарху, и других, я думаю, об этом еще поговорим. Ну вот здесь, возможно, зрителям покажется, что очевиден, будем говорить, я позволю себе такой термин, как вот эгоизм Украины. Да, нам необходимо построить электростанции. Мы, во-первых, будем получать дешевую электроэнергию, торговать ею. Кстати, электроэнергия, в этой электроэнергии, я так понимаю, заинтересованы и мы. Нам не хватает не только питьевой воды, но и электричества. Но с другой стороны, ведь смотрите, не получается ли так, что Украина наказывает и сама себя? Потому что Днестр, он не начинается на Украине, в Украине и заканчивается в Молдове. Ведь устье Днестра, дельта Днестра в Одесской области. И в этой ситуации получается тоже угроза высыхания. Вот кто попробует разъяснение такого характера? Ну я так масштабно не попробую, но кое-что попробую. В Украине предыдущим правительством принята программа гидроэнергетики, которая рассчитана до 2026 года. У нас, кроме каскада Днестровских, у нас еще проблема Каневской и Ташлыцкой. Это не единственная проблема, с чем предстоит бороться партия зеленых в Украине. Потому что мы как представители партии зеленых, мы выступаем прежде всего против строительства всех троих каскадов ГЭС, и маленьких, и больших. И мы за возобновляемую энергию в Украине. И у нас есть расчеты, которые говорят о том, что строительство ГЭС окупает себя только через 42 года. А строительство ветряных, строительство солнечных, биогаз, потому что Украина все-таки аграрная страна, все эти новшества, они окупают себя через 6-7 лет. Это очень важно. И ситуация в Украине с политической точки зрения в том, что нам тоже не хватает электричества. И вы знаете, наверное, о проблемах закупки с российским газом. И, возможно, наше правительство обусловливает это тем, что строительство ЭТГЭС в первую очередь сдешевит энергию в Украине. Даст рабочие места. И третье. Будет развиваться социальная инфраструктура реки Днестр. Вот это то, с чем выходит правительство к народу. И эти гасла политические не обоснованы экономическим никаким расчетом. Поэтому мы приехали сегодня в Молдову не как противники. Мы в первую очередь сторонники, мы коллеги. И вместе с представителями партии зеленых Молдовы мы есть членами ассоциации европейских зеленых. И на европейской платформе мы тоже ищем поддержку наших решений. Потому что партия зеленых Европы, она достаточно сильна. У нас есть фракции в Европарламенте. И нашу позицию совместную могут защитить депутаты в Европарламенте. И это для нас очень важно, что у нас есть там свои сторонники. И вот это обращение, которое лидеры двух партий сделали на всемирном конгрессе зеленых в Ливерпуле, его недаром называют «зеленый довоз». Потому что съехались представители из 92 стран, 96 партий зеленых. Разных представителей решались абсолютно разные вопросы. И очень важно, что среди разных вопросов был вынесен и вопрос с представителями двух партий. Она болела, потому что это и больно для Украины, для граждан, которые понимают, к чему это приведет. И это, конечно, очень больно для Молдавы, потому что она остается без питьевой воды. Да, с высохшим руслом. Ну вот, Виталий, вопрос вам. Проходили встречи глав кабинетов министров Молдовы и Украины, как раз затрагивались эти темы. Не было никакого решения, но, во всяком случае, был такой оттенок, некая неуступчивость Украины, украинских властей идти навстречу пожеланиям своих коллег из Молдовы. Вот это эгоизм или это продиктовано присутствием каких-либо интересов в этом проекте? Ну, раз такой академический какой-то процесс начинается, то это у нас уже забыли. Я послушал своих коллег, мне стало страшно. Мы можем приземлиться, будем с удовольствием поговорить. Вы мне позволите. Я хотел бы сказать такую вещь, что на самом деле воды вообще не хватает в мире. Вот мы говорим об этом, я сейчас вернусь к этому вопросу, но я хочу сделать акцент на том, что в Украине катастрофически не хватает сегодня воды. И прежде всего потому... Это наша с вами проблема. Да, это проблема Европы вообще-то. Воды не хватает. Вот сейчас лучше всех себя чувствуют северные страны, потому что у них там тает и так дальше. А у нас воды... Они первые, кто воспринимает тающее... Да, это правильно. И вот еще, кроме того, мы все забываем сегодня про то, что есть глобальное потепление, и оно, в общем-то, шагает по планете. Зеленые очень расстроены тем, что Трамп отказался от программы, которую подписал Обама, о спасении планеты. И сегодня они сворачивают финансирование этого всего. И доходят теперь до нас. И возникают вопросы, скажем так, да, эгоизм Украины. Есть ли тут эгоизм Украины и украинцев? Наверное, есть. Если они строят станции вверху и не спрашивают своих соседей. Это, естественно, неправильно. Потому что даже в животном мире, когда есть усыхающая, там, скажем, в саванне речечка, туда подходят по очереди хищники и преследуемые ими звери. То есть даже природа знает, как поделить вот эти источники. Ну, люди, наверное, тоже должны найти способ так это делать. В нашем случае я бы так краски не сгущал, потому что на самом деле это проект, и это как бы вещи, которые записаны просто в программу развитка энергетики Украины до 2026 года. И это происходит в 21-м столетии, когда технологии уже ушли далеко вперед, а мы собираемся строить станцию, которая придет, 6 станций, которые будут в 2026 году. А может, уже реки не будет в Нистрово в то время. Она может пересохнуть. Я вижу соседняя река с вами, Пивденный Бух. Я там вырос, я вижу каждый год, каждый день. Ну, не каждый день, но очень часто. И я вижу, что воды там, там уже нет воды. Эта река, она в принципе уже не может существовать долго. Я не хочу быть пессимистом, но в данном случае, кроме глобальной проблемы, которую надо будет решать человечеству, я вижу и, естественно, экологические проблемы, которые будут возникать между государствами, между границами, между народами. Потому что ресурсов, скажем, водных не хватает для всех. В данном случае нет интереса государства. Есть интереса одной организации, которая называется Укргидропроект. Мы знаем своего врага. То есть зеленые Украины знают своего врага. Я думаю, что молдавские зеленые и вообще молдаване должны знать тоже, что это есть организация, которая принадлежит все гидроэлектростанции на Днепре, на Южном Буге, на Донце и, естественно, на Новоднестровска. У них кризис жанра. Они не знают, как дальше развиваться и как дальше зарабатывать. Их идея взять в Евросоюз гроши, извините, деньги, для того, чтобы построить эти станции. Нужны ли они? У них есть там экономические выкладки, электроэнергия и там еще. Все в духе советского человека. На самом деле мы прекрасно понимаем, что они просто хотят распилить чужие деньги, потому что бюджет наш не дает таких им денег. Они просто хотят заработать на этом. Возвращать все равно вашему бюджету? Да, естественно. Это надо мне, как гражданину, возвращать эти деньги. Я, конечно, не согласен. С этим я буду не только бороться. Я думаю, я подниму на ноги всю Украину в этом случае, потому что мы понимаем, что это делается только в интересах людей-коррупционеров. У нас сейчас идут процессы коррупционные. Наш президент, извините, наш генеральный прокурор позавчера в Верховном Совете заявил, что у нас три кита коррупции главных, которые остались. Это таможня, это угольная промышленность и энергоаккумулирующие предприятия, в том числе Укргидропроект. И вот в данном случае... У вас очень хороший союзник. Не только. Я думаю, что мы поднимем на ноги и другие государственные институты, потому что на самом деле, я считаю, это политический вопрос. Ведь мы можем поругать две нации, потому что когда не хватает элементарного, люди перестают друг друга понимать. И если мы хотим сделать политических врагов себе целую страну, то мы можем строить эти станции. Я так и такое предъявление сделаю. В ближайшие дни приеду завтра с Одессы прямо напишу. И я считаю, что... Я беседовал с министром экологии. Остап Семирак очень молодой и достаточно перспективный и прогрессивный человек. Он мне сказал, что они не пройдут экологическую экспертизу. И еще не проходили, но он говорит, что по нашим данным они ее и не пройдут. Потому что не хочу, конечно, никого успокаивать, но тем не менее, поверьте, что мы этот проект будем очень серьезно не только критиковать, но попытаемся его блокировать на всех уровнях. Правда, у меня плохая информация на сегодняшний день. 4 миллиарда украинских денег уже выделено на проектную документацию. Вот это вот после нашего заседания мы получили буквально... Ну, укор не вам, но тем не менее. Смотрите, мы уже были свидетелями того, как Украина не в первый раз самовольно использовала или пользовалась или управляла бассейном Днестра. В 2008 году это привело к пересыханию, точнее, к наводнению. В 2008 году мы пережили наводнение. Я, как журналист, лично снимал то, что происходило по правую сторону Днестра. В целом ряде сел военные спасали тогда домохозяйство, вывозили людей. В 2014-2015 году было пересыхание русла. Опять же, перекрывалось, видимо, ну, понятно, что вам тоже необходима вода, но можно было найти какой-то консенсус, как-то поделить этот источник. И тем не менее, я вижу, что в Украине есть, у вас есть союзники, не только в лице генерального прокурора. Вот областная администрация Тернополя выступила за, так сказать, Ивана Франковска, видите, тоже выступает за вашу поддержку, то есть, что не позволит проводить строительные работы и предоставить все, что необходимо. Обратились и к вашему президенту, премьер-министру, спикеру. Это великая сила. Я бы хотел напомнить и вам, и нам, что мы живем сегодня в другой системе координат. И, ну, как бы, во всяком случае, в Украине капитализм уже 26 лет, а люди никак не могут понять, что нету патернализма, нету социального, как бы, равенства, нету распределения правильных ресурсов. И мы должны знать, что опасность вот этих денег, когда чиновники покупают государственных чиновников, когда производственники могут себе позволить вот такие вещи, опасность, она существует. Опасность существует, пока есть коррупция. Ну, нечто подобное мы сейчас переживаем, да, в таких процессах коррупционных скандалов. Слава, если можно, я включусь в дальнейшую беседу. Значит, на сегодняшний день, вот сегодня точнее, мы провели вместе с коллегами с Украины, совместно с неправительственными организациями экологическими и не только, приглашали представителей партий Молдовы участвовать в этом, и провели вот такой международный круглый стол. Значит, была и пресса, были люди, которые захотели прийти, потому что такой был лозунг «Спасем реку Днестр», да, потому что она, я говорю, вне политики, это проблема, да, надо этим работать. И в конце мы приняли вот обращение, значит, к Совету Европы, парламенту европейскому, к президенту Молдовы, премьер-министру и председателю парламента, и, соответственно, к этим же лицам из Украины с требованием не допустить строительства гидроэлектростанций, так. И второе, это чтобы европейские структуры не выделяли деньги под эти проекты и сделали мониторинг, чтобы не строили эти, потому что это катастрофа, это просто мы сейчас не понимаем, как мы не понимали, что такое, когда увели миллиард у нас, так. И вот в таком ключе, значит, мы нашли поддержку и будем дальше совместными усилиями, и мы готовы принять, как и говорили на этом круглом столе, помощь всех людей, структур, которые за решение этого вопроса, то есть недопущение строительства, перейти на базин реки Днестр, на возобновляемую энергию, то есть чтобы он был зеленым, чтобы он был чистым и чтобы люди могли дальше пользоваться. Вы сказали, что украинская сторона как-то эгоистична, или она хочет идти на уступки, на переговоры какие-то. Может быть, и некоторые структуры, как УКР, Гидро и все остальные, заинтересованные люди в продвижении этого проекта. Уже коллега сказал, какие там подозрения имеются. Я хочу сказать что-то о другом. Все-таки в переговорах должны участвовать два специалиста. Если один специалист, а другой не подготовленный, чтобы не сказать другое слово, то, конечно, выигрывает кто? Специалист. Но мы так надеемся на это. Нет, так надеемся. Дело в том, что на сегодняшний день и Украина, и Молдова подписала соответствующие соглашения, Архус, другие соглашения, которые позволяют и нам, и Украине обратиться в соответствующие органы европейских и международные. Почему Молдова этого не делает? И кто же подать в суд? Вот возникает вопрос, складывается ли диалог с сегодняшним правительством, с сегодняшними министрами в отношении решения проблемы министра? Наш министр однозначно против. Однозначно против строительства. Нет, Санислав поставил вопрос чуть по-другому. Что между министрами? Между экологами и министрами. Складывается ли диалог? Сейчас скажу, через чего я прошел. Я пошел к министру экологии, министру медиума нашей, Домну Мунтиану, и говорю, так и так, я не ставлю никаких условий, вот проблема, по реке Днестр, вот наши коллеги в Украине, вот это, там есть представители в Раде, значит, в этой комиссии, да, мы готовы, значит, идти вместе с вами, если нужно, или подготовить встречи, если нужно, говорю, мы подключаем, мы уже подключили, значит, европейских парламентариев, это уже Ребекку Хармс, Филипп Ламбертс, в решении вот этого вопроса, деблокирования. Вы знаете, он остался как-то, ну, холодным к этому, и я сказал, я не, как лидер партии, мы, как партия, не ставим вам никаких условий, что-то там, что-то, какие-то должности, нет, мы хотим решить вопрос, человек не захотел, сказать, ответить на протянутую руку, потому что мы хотим решить проблему. Ну, в данном случае Украина демонстрирует положительный пример, смотрите, если чиновнику министерского уровня идет на встречу, во всяком случае, в своем понимании этой проблемы. Мы были на телевидении, он публично это заявил. Вопрос-то надо решать, быть против, это одно, но дело в том, что перед уездом в Ливерпуль, я говорил, ну, мы поедем в Киев, мы там поговорим, и на этом, то есть там ни о чем не договорились, и он не проинформировал, но я имел другие источники информации, поэтому мы подписали. Я представитель другой страны, но я не могу вам советовать что-то, но мне кажется, что ваше правительство недостаточно настойчиво в этом вопросе, но имеет право предъявить нашему правительству вот эти вот ваши требования, они... Совершенно верно. Они правдивы и честны, они необходимы. Не настойчивость, а точнее уступчивость сегодняшних власть придержащих Молдови демонстрировалось на протяжении последних 7-8 лет. Мы там уступали в каких-то территориальных вопросах Украине, была целая история с тем премьер-министром, который сейчас находится в местах не столь отдаленных, ну, по другой, правда, причине, у них делешь денег постоянно не в пользу тех, кто потом становится сидельцем. Станислав, вы знаете, вы вот подметили одну вещь. На самом деле, сейчас вот правительство, представители, министры, да, не могут договориться. Доведут точку, то есть ситуацию до такой... Может, не хотят. Доведут до такой точки кипения, что борьба за воду будут решать люди с обеих берегов Днестра, понимаете? То есть не решение на уровне правительства, раз ты назначен, выбран или представляешь, да, народ. Ты решай вопросы. Потому что, мы знаем, было очень много конфликтов, были войны из-за воды, но нельзя доводить до этого, надо решать, тем более есть инструменты, вот, и национальные, и интернациональные, и европейские. Решайте. Ну, уже писали очень многие международные эксперты, что 21 век – это век именно войн за водные ресурсы. Уже технологии позволяют отказаться от углеводородов в качестве источника энергии, но воду заменить нам людям ничем невозможно, и поэтому, если солнечная энергия, допустим, электроэнергия, которая добывается тем или иным способом, может заменить нам углеводороды, нефть, то вот питьевая вода – это источник жизни. Я боюсь, вот наглядный пример, вот эта вода, она покупная, правильно? А когда-то мы пили это все бесплатно. Да, да, я вот это хочу сказать, потому что я, когда начинал свое движение, вот, пришел в экологическую организацию, и мы сидели, я говорю, ребята, был Советский Союз еще, мы начинали в 89-м году. Я говорю, вот это, воду будем покупать. Мне сказали, да что ты такое рассказываешь, да воды у нас это… Залезть. Недавно вот встретил товарищ, он говорит, помнишь, ты говорил, а мы думаем, вот придурок, пришел, рассказывает нам, за воду мы будем платить, а я боюсь другого сейчас, чтобы мы за воздух будем платить, потому что воздуха у нас же тоже, это проблема, если кто не верит, поедете в Китай, зайдете вот в Пекин, сразу поймете, что такое загазованность, что такое смог, Мексика тоже самое, но я в Мексике не был, в Китае был. Это, я боюсь, что человечество уйдет под колпаки, где будет чистая атмосфера, остальное… Да, Виталий, но нам сейчас вот надо решать вопрос, эту проблему, в том числе и по Днестре, и мы настроены обе партии решительно, мы уже приняли это обращение ко всем руководителям, в том числе и к неправительственным, и к политическим партиям, и к населению. Будем искать поддержку у населения персонального, значит, будем беседовать, будем собирать подписи, чтобы не допустить это, чтобы река Днестр, значит, была рекой, которая служит она на сегодняшний день, потому что на самом деле, что такое нет воды в Днестре? Вы правильно сказали, что упал уровень воды, все, критическая ситуация с водоснабжением… Конечно, в Кишиневе, Белгород, Террасполе, а другие, там вообще ничего не будет, это просто будет ручеек. Или система болот. Или система болот, да. И будем петь на реку Днестра, да. Ну, вот, я прекрасно знаю этот участок реки Днестр, который выше Днестровского, Дубоссарского водохранилища, будем так говорить. И тут самое широкое русло, ну, благодаря этому блюду, Дубоссарского водохранилища. И экологически, вот если оценивать этот небольшой участок, это прекрасное место и для отдыха, и там еще в советское время были построены здравницы, дома отдыха. Сегодня что-то из этого всего функционирует. И многие кишиневцы любят приезжать отдыхать на берегу Днестра. Мы понимаем, что эта река не просто украшение страны, это действительно еще и возможность прокормиться тем жителям тех сел, которые находятся на берегу Днестра, потому что рыбная ловля и возможность прокормить свои семьи. И сегодня иссыхание русла, оно будет не просто больно бить, оно практически будет уничтожать жизнь в селах. И это тревога. Людям надо устраивать свои жизни. Надо освежать семьи. Правильно сказать, это же не только питьевая вода, это и экономическая деятельность. Не будет отопления, не будет производства, который используют воду. Откуда? Все из Днестра берут. А подземные, они тоже оседают. Они не, будем говорить, не то, что не иссякаемые, но они тоже, есть свои проблемы. Тоже из-за неправильного использования реки Днестр, то есть эксплуатации ее. У нас сегодня на круглом столе был эксперт, который акцентировал свое внимание на том, что проблемы в Днестре, они приведут к внутренней миграции в стране. Вот, у нас, мы говорим о миграции в том варианте, когда военные действия, это очень страшно. Но мы не задумываемся о миграции, которая как-нибудь ведет от экологических проблем. А это не меньшая беда, чем военные действия. Потому что миграция, это не просто люди перешли с одной территории на другую. Это и социальные, это культурные, это другие исторические аспекты, которые присущи этой территории. Поэтому, я говорю сегодня, я повторюсь, мы не противники ваши, мы ваши сторонники. И изучать эту проблему, блокировать создание, это наше с вами... Ну, это здорово, что такой союз близких организаций. Татьяна, вы как международный секретарь партии «Зеленых Украины», есть ли ощущение поддержки этой идеи и на более широком международном уровне? Да, я в начале программы, но просто вскользь об этом сказала, что и представители экологической партии «Зеленых Молдовы», и партии «Зеленых Украины» есть создателями европейской партии «Зеленых». Вот если бы и Молдова, и Украина были сейчас членами Евросоюза, то мы бы могли баллотироваться в Европарламент. Пока мы не можем туда баллотироваться, но есть представители с других европейских стран, есть депутаты в парламенте, есть солидная фракция в Европарламенте, которая отстаивает наши интересы, интересы стран, которые не представлены в Европарламенте. И вот с этим обращением в Ливерпуле как раз, я думаю, что продолжение возможно в Европарламенте. Потому что одно, это когда принимается решение на конгрессе «Зеленом», который, я говорю, очень весомый, имеет смысл, в «Зеленом» движении всемирном, а другое, это когда это решение выносится в Европарламент на законодательной инициативе. Потому что законодательная инициатива в демократических странах все-таки на первом месте. Законодательная и исполнительная власть и взаимосоюз между ними, взаимопонимание, я думаю, помогут нам решить проблему. Я так понимаю, что кроме человеческого фактора, который сегодня, наверное, играет такую весомую роль в жизни, в данном случае водной артерии Днестра, есть, наверное, и ряд других факторов. Ну вот если отойти в сторону, от этих пресловутых гидроэлектростанций, вы изучали наверняка проблему экологии Днестра, вот что еще является негативным, причиной негатива в судьбе этой реки? Выбросы. Выбросы. Конечно, выбросы. Причем, вы знаете, оно же с двух сторон. Тут уже можем обвинять просто... Это опять человеческий фактор. Конечно. Ну, что бы мы ни делали, а отходы, причем токсические, химические, а что такое плотина? Плотина, она собирает все это. Естественно, оно заражается. И то, что уже построили на Днестровской, вы сами сегодня привели факторы, которые не благоприятствуют населению, там, развитию. И вот я говорю, я хочу обратить внимание на такой аспект. Вот вы говорили, что там построены домовые отдыха, что это рекреационные зоны, что там можно отдыхать. Но это эмоциональная составляющая. Для промышленников это не имеет никакого отношения. Они будут говорить, вот это здесь хорошо, мы сделаем еще лучше, а людям будет еще хорошо. Потому что, не учитывая, что идет глобальное потепление, не учитывая того, что превращают живую реку в цепь болот, они будут пытаться это делать. Наша задача достаточно сложная, но мне кажется, что мы ее решим, потому что на нашей стороне и справедливость, и, собственно говоря, власть. Мне кажется, что власть сегодня переориентируется на нашу точку зрения. Хоть достаточно сложно, мы представители партии, которые не в парламенте своем. Ни Анатолий Прихницкий, ни я сегодня не имеют своей фракции в парламенте. Нам достаточно трудно. У меня есть опыт работы в парламенте. Я когда-то проводил фракцию из 28 человек. И законодательство Украины экологическое одно из лучших до сих пор. Хоть прошло много лет. Но другое дело, что его никто не реализует. Законы хорошие, но этого мало. Вы не зря привели пример нашего общего советского прошлого, когда экологические проблемы воспринимались сквозь призму легкомыслия. Зачем нам сейчас с этим заниматься и почему мы должны будем платить за эту воду? Смотрите, в каждом колодце чистая вода. Кран открыли. Я помню детство, когда мы с друзьями пили. Просто на улице стояли колонки. Пей, утоляй жажду, радуйся детству. И понятно, что влияние экологического движения на жизнь сограждан усиливается только по мере увеличения самих проблем. И сегодня ваша страна и наша страна Молдова живет в плену политических разборок. Потому что сегодня мы решаем, кто прав, кто виноват в процессе вот этого увода, как вы упомянули, миллиарда. То есть для нашего бюджета это огромная сумма. Кто сегодня должен ответить за то, что происходит с нашей столицей, когда так город назывался, так сказать, белый город, цветок из камня. У меня сегодня непонятно, что это за цветок, из какого камня, потому что тротуары все разбиты. Ну, в обыске в мэрии идут столичные. И я понимаю, что надо уже, наверное, задуматься над тем, что получается, что должны усилиться экологические проблемы для того, чтобы усилить защитников, граждан от этого экологического коллапса. Это как бы с одной стороны нелогично, а с другой стороны нелогично. Это получается, что мы, по сути, малопросвещенные люди. Мы не можем заглянуть в свое будущее, понять, что, в общем-то, сегодня уже может быть решение проблемы с миллиардом не главное. А главное будет то, что наступит буквально завтра, послезавтра. А это именно недостаток питьевой воды. Это, возможно, не дай бог, конечно, голод, когда будет не хватать продовольствия. И в этой ситуации на кого надо будет опираться, на какие политические силы. Вы отчасти правы, что это так и есть, что мы ждем что-то там взрывного. Пока огромный граждан уже перекрестится. Да, да, да. Но на самом деле есть очень много вопросов. И я думаю, что, как я неоднократно говорил в процессе выборных выборов, то есть предвыборной агитации, что присутствие партии Зеленых в местном совете, в парламенте, это необходимость. Не то, что там желание, это необходимость. Вот, быть там людям, которые понимают это дело и должны защищать и продвигать защиту окружающей среды. Но, опять же, вроде бы люди взрослые, вроде бы люди с образованием. Но не понимают, как говорить, элементарно даже у власти. Вопрос совсем-совсем маленький. Есть учебники по экологическому воспитанию. Изданы. И они пылятся сейчас на складах. Уже второй год. Министерство образования категорически не хочет и отказывается вводить, начиная с садика и до вуза, экологическое воспитание. Да, такой предмет. Но откуда возьмется? Потому что, да, надо с детсадика воспитывать и параллельно, и остальным. Вот не понимаешь, почему люди так думают. То, что вы говорите, что гром грянет, возможно. Но мы были свидетелями в Европе, в той же Швейцарии. У них лет 15-20 назад все озера были в пластике, в тетропаках и прочее. Сейчас чисто. У них были чистые, потом загрязнили, потом опять стали чистыми. Потому что это государство мобилизовало, заставило через два метода. И убеждения, и штрафы, и прочее. И добились все-таки. А почему мы не можем это сделать? Что ждать? У кого ждать? Вот в чем вопрос. Ваше мнение. И вот когда мы вернулись в Ливерпуль, окрыленные маленькими победами своими такими, мы на заседании партии «Зеленых Украины» думали о том, чтобы следующую резолюцию на конгресс в Европе или всемирный вынести о обязательном экологическом воспитании. То есть экологическое воспитание с детского садика или с первого класса, оно приведет к тому, что, возможно, мы сможем будущих граждан научиться жить в экологически чистом государстве, если они будут очень маленькие. Потому что перевоспитать взрослого человека, не загрязнять реку Нестру, не загрязнять пластиком территорию не только реки, а вообще не выбрасывать мусор кому где хочется. Вот это наша следующая инициатива, над которой мы думаем. С точки зрения... Согласитесь, что это возможно, потому что наши же люди, когда выезжают за пределы в западном направлении, где есть нормы поведения, они их соблюдают. И не кидают, и не бросают. Штрафы боятся платить. Ну, или штрафы. Здесь именно так придется. Но есть выход. Вот и нам надо искать. Хоть с точки зрения зеленых, конечно, самой важной резолюцией, которую приняли, это о защите дельфинов и китов. Конечно, люди, которые в обыденной жизни живут, не считают, что это какие-то там наши... Очень далекие. Да, далекие. Питающие, да. Да, но на самом деле... На самом деле мы очень агрессивный вид животного мира. Мы его уничтожили практически. Уже кроме тех животных, которые обслуживают нас, то есть тех, которых мы едим, или те, которые виляют хвостом, или мурлыкают ночью. Остальные животные не имеют права на жизнь. И нам благодаря тому, что мы перепроизвелись. Нас больше, чем планета может выдерживать. Сегодня 7 миллиардов человек живет. 7 миллиардов 200 миллионов. Эти люди пьют воду питьевую. Это кажется, что это проблема. Воды не хватает, и нас еще больше. В 30-м году у нас будет приблизительно 50 миллиардов. То есть потребление питьевой воды вырастет на сколько? Виталий, но вы согласитесь, что есть... Да, минуточку. Это очень быстро развивается. По экспоненте это не просто так. Вот сегодня нас 7 миллиардов, а в 30-м году будет 30. То есть воды надо будет, на сколько больше? В 4 раза. А ее уже не хватает. Вот представьте себе, это всего-навсего 15 лет, 13 лет, и воды не будет хватать. Поэтому проблема действительно серьезная. Эта проблема на государственном уровне должна решаться сегодня. Правительство должно защитить свою страну. Оно обязано это сделать. И если мы не будем об этом говорить, то нам грех тогда существует, мы не нужны. Конечно, но есть и другой выход, будем так говорить, что та же воду, как мы сейчас используем ее, льется, но и льется. В других странах там дозировано. То есть не просто течет с крана, и человек умывается. Надо сколько нажал там. То есть это решение. Решение. То есть сменить отношения к источнику. Конечно. И то же самое, вроде бы противоречие. Мы не можем решить вопрос, допустим, с сбором мусора, со всеми остальными. Но в той же Молдове, если бы было политическое желание и решение, запретили охоту на год. Запретили ничего. И уже возросло поселение вот этого Дикого Мира. И были и митинги, и прочее. Вот запретили и все. Вот такими можно решить? Хоть маленький какой-то вопрос. Можно. Я думаю, что и другие вопросы точно так же нужно решать. Я завидую в Молдове. Вы говорите, вода льется и льется. Мы в Киеве себе такого уже позволить не можем. Потому что у нас счетчики, кроме газа. Она капает на мой счетчик. Вы знаете, мои коллеги уже устали выезжать по звонкам телезрителей, снимать, как вода действительно льется и льется. Из протекающих труб, из магистрали, из-под земли бьется. Причем таким напором, что вот эти чугунные тяжелые люки, они плавают. И за это тоже платим мы. Потому что, в принципе, по нашему законодательству все потери, допустим, муниципального предприятия Аппоканал, переносятся на счета пользователей. То есть мы потеряли, а вам платить. И вот это, конечно, комплексная проблема, с которой надо бороться всем нам. Спасибо вам за этот разговор. Мы не просто обозначили проблему. Я вас поздравляю с этим союзом. И надеюсь, что у вас будет больше зеленых защитников человечества, зеленых защитников граждан Молдовы, Украины и всех, кто населяет планету Земля. И надеюсь, этот труд принесет вам удовлетворение в лице определенных, если не политических, то человеческих побед. Дякую. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Персональный акцент». Сегодня говорили об состоянии реки Днестр, об экологии. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова